Здравствуйте, Шаватов и Гутувох. У нас 45-й урок по Мишлей. Мы находимся в 6-й главе, 30-е предложение. Я думаю, что я прочитаю несколько предложений до конца главы, а потом будем разбирать. Не презирай вора, если он крадет, чтобы насыть себя, когда он голоден. Но, будучи пойман, заплатит он всемера и отдаст все имущество дома своего. Тот же, кто прелюбодействует женщиной, тот лишен ума и губит свою душу, кто делает это. По бою позорно идет, он без чести его не изгладит, потому что ревность и ярость мужа не пощадит он в день мщения. Не будешь считаться ни с каким выкупом и не склониться на мило, сколько бы ты не умножал дорог. Теперь вернемся и будем изучать это дело. Начиная с 30-го предложения, начну с Мальбева. Говорит Шлома Амеллах. Луи вуза ли ганав, ки гнов, лималэ на вшоке и раэф. То есть, не презирайте вора, когда он ворует, чтобы восполнить то, что не хватает его душе, потому что он голоден. Русским переводом, ну, то будем смотреть сразу, как объясняет Мальбева. Мальбев говорит, луи вуза ли ганав. Не презирайте вора. Вор, он лучше, чем ноэф, лучше, чем соблазнитель. Первое. Потому что Акафа Лаве-Хрех, у него была какая-то нужда украсть, потому что он крадет для того, чтобы восполнить то, что не хватает его душе. Так говорит Мальбев. Гаон Ливильный говорит так. Не презирайте ганава, который украдет. То есть, даже несмотря на то, что он, тот, кто ворует, это очень плохое поведение, недостойно и так далее. Тем не менее, не надо его презирать, как тех, о ком мы говорили раньше. Поскольку он это делает для Малэ-Навшо, восполнит свою душу. Объясняет Гаон. Баадам гу нефиш вэхая. У человека есть душа и жизнь. Как мы уже объясняли. И сказано. Вэзигамта хаятолах элехим вэнавшом эахальта авэ. Что жизнь зависит от хлеба, а душа требует удовольствия. Насыщение удовольствия. Нефиш, она метава. Нефиш, она требует удовольствия. И это является, а хая, жизнь, то есть, жизненность, это требует насытить, наполнить свою душу. Поэтому возникает так у человека желание и тайва. Поскольку он является руэф, он является голодным, что у него не с чего жить. Поэтому он крадет. Поскольку человек не украдет, а только если это связано с одной из двух причин. Гаон здесь написал очень так, я перевел дословно, не до конца понятно. Есть рукопись Гаона, где он пишет немножечко яснее. И он пишет так, что человек, что вор – это очень плохая черта. И тем не менее, не надо его слишком пренебрегать. Поскольку он ворует по одной из двух причин. Либо для того, чтобы исполнить свое желание, либо потому, что ему нечего кушать. И это соответствует Нефиш и хая, о которых уже написано раньше. То есть, ему надо либо сделать то, что требует его душа, либо ему надо для того, чтобы тело могло выжить. Здесь он написал короче и яснее. То есть, у воровства есть какой-то гехрех, какая-то необходимость. Не то, что мы пришли оправдывать вора и сказать, что можно идти сейчас на большую дорогу. Нет, это не призывает к этому ни Шлома Меллах, ни Гаон Мивильна. И тем не менее, он говорит, что когда ты сравниваешь человека, занимающегося прелюбодеянием и вора, то предпочтение отдаётся вору. Дело в том, что современная моральная креда, которая есть у людей, оно очень сильно не соответствует тому, чему насущит Тора. Я приведу один пример, который вам, наверное, не понравится. Но тем не менее, понравится заранее. Хорошо? Тем не менее, я приведу этот пример, поскольку его приведет Мишна в трактате Сангета. Мишна говорит, что есть галохала моющими сина. Это уже не Мишна, а Гемора говорит. Есть галохала моющими сина, устная галоха, полученная Машрабейна на горе Синай, которая говорит о том, что человек обязан сделать два кладбища. На самом деле, сейчас мы увидим, что больше. Несколько кладбищ. Во-первых, еврея нельзя хранить на Гойском кладбище. Это закон Торы. Во-вторых, это галохала моющими сина. Это та галоха, которую Машрабейна получил на горе Синай. Во-вторых, праведника нельзя хранить с грешником. То есть, человека, который праведен, у него должно быть отдельное, другое кладбище, другой участок, чем человек, который грешен. И Мишна говорит о том, что даже для нечестивцев, которые убиты Боездином, то есть, приговорены к смертной казни Боездином, то есть, ему сделали предупреждение, не нарушай вот эту заповедь, за это положена смертная казнь. Он сказал, а мне плевать, все равно я согласен, нарушает при свидетелях какую-то вещь, за которую его убивают. Он называется нечестивец. И даже для этих людей, которые казнены Боездином, положено не одно, а два кладбища. Для людей, которые совершили более легкую авейру и более тяжелую авейру. Есть четыре казни Боездином, они разделены на две группы. Тяжелый авейрот и легкий авейрот. Тяжелые казни и легкие казни. Первые две – это скиллы из рейфа. Это побиение камнями, я дословно перевожу из сжигания. Они делаются немножко иначе, чем в русском переводе, но я не буду в это входить. И гильотина, отрубление головы, сейф, меч и хэнек, удушение, то есть петля. Таким образом, есть четыре повешения. Есть четыре казни, которые описаны в Торе. И они делятся на две группы. Первая группа – это хамурот, тяжелые казни. Это скиллы из рейфа, побиение камнями и сжигания. И вторые – это меч и петля. Это две более легких казни. Людей, которым приговорены к легким казням, нельзя хоронить вместе с теми, кто приговорен к более тяжелым казням. То есть есть два кладбища для людей, которые приговорены к смертной казни. И Гемора говорит, что это связано с тем, что это неуважение к убийце, хоронить его вместе с человеком, который нарушал шаббат. Поскольку нарушение шаббата много более серьезное в эре, чем убийство, то человека, который убил, всего-навсего убил, нельзя хоронить с человеком, который хиллэль шаббат, который нарушил шаббат. Понятно, что сегодня моральные устои несколько другие, и нарушение шаббата не кажется столь серьезным, как убийство, равно как и, насколько я себе представляю, я, конечно, могу ошибаться, я небольшой специалист по морали современного общества, но тем не менее, насколько я себе представляю, прелюбодеяние – это почти что норма поведения, а во всяком случае это не так строго судится, как воровство. Шлом Амеллах говорит, что когда ты сравниваешь человека, совершившего прелюбодеяние, то не суди его, не пренебрегаем, так же, как с человеком, который совершил авейру, которое называется воровство, и прелюбодеяние нельзя сравнивать. Прелюбодеяние намного более хоморно. Теперь будем разбирать, как он пишет. В 31 главе Шлом Амеллах говорит, «Вор, который нашелся, который найден, он заплатит два раза по семь раз, и все, что есть у него в доме, он отдаст». Что имеется в виду? Говорит Мальбе, «Немца ежгульну аншо». Получается, что у вора есть какой-то предел его наказания, что он платит дважды по семь. Если он украл быка или овцу, то он платит четыре дополнительных овцы или быка, четыре быка и три дополнительных за сэ. Всего вместе. Кроме того, что он возвращает шорес и осман, и поэтому получается, что если он отдаст все, что есть у него дома, он заплатит в семь раз больше, как бы, то он выполнил свою функцию, он уже отдал все деньги, которые он был должен. А тот, который завершил любое деяние, он не может искупить никакими деньгами своевые. Но я хочу задержаться на эти два раза по семь. Здесь надо немножечко обсудить этот вопрос. Мальбе мы привели, теперь попробуем посмотреть коллективно, что нам говорит Гаон Мевильна. Получается, что он платит дважды по семь. То есть, имеется в виду, у вора есть возможность исправиться. Что он заплатит? И сказано, что им дважды по семь. Что сказано в Тасевте Бавакама. Что сказано в Тасевте Бавакама? Сказано так. Одну секундочку. Не важно. Я прочитаю так, как Гаон приводит. Там есть разные герсоводы. Я прочитаю так, как его приводит Гаон Мевильна. Нет. Одну секунду. Он приводит немножко другое. В Тасевте Бавакама сказано так, что есть семь видов Ганавов. Первый. Он человек, который ворует, да, отбреет. Знания людей. То есть, он ворует знания. Например. Мисереблахавервола архоба энболеболе крото. Он отказывается прийти в гости к товарищу, хотя товарищ его не звал. Так вот он ненавязчивый, говорит, что нет, спасибо, я не пойду. Или человек, который марбе, он предлагает много подарков, зная, что человек не будет принимать его подарки. Или человек, который который предлагает бочки, которые на самом деле уже проданы. Или человек, который неправильно взвешивает. Или человек, который сейчас меняет, подменивает уксус на вино. И так далее. Вильнюсский Гаван приводит этот Асефту и сразу комментирует совершенно не как в Шатт-Асефту. Он говорит, что есть семь видов Ганавов, и эти виды Ганавов, эти виды воров такие. Первое. Человек, который ворует и возвращает то, что он украл. Второе. Человек, который ворует и платит деньги. Третье. Человек, который ворует, потом он клянется, что он не украл, его поймали, и он платит двойную долю. Два раза то, что украдено. Четвертое. Человек, который платит четыре или пять, укравший быка и зарезавший его, или укравший овцу и зарезавший ее, он платит четыре быка или пять овец, четыре овцы или пять быков. Пятое. Человек, который крадет у того, кто дал ему на хранение. Шестое. Человек, который сам, нет, пятое было не это, пятое было человек, который крадет у того, кто принял на хранение. Шестое. Человек, который сам хранящий вещи, который сам ворует то, что ему дано на хранение. И седьмое. Человек, который ворует человека. Не какую-то вещь, либо быка, а человека. Таким образом, есть семь видов ганавов, И каждый из этих видов ганавов, он один более хамурный, более строгий, чем другой, поэтому сказано «шиватаем», объясняет Гаон, что есть два раза по семь. Но, тем не менее, у каждого из них есть возможность литокен, вернуть тем или иным способом. Больше, меньше, вернуть самого человека, но всегда можно вернуть. Ещё один комментарий, что такое шиватаем. Шиватаем – это ташлумен хамишава кефель. Четыре быка, когда я украл быка и зарезал его, четыре быка плюс кефель. Того семь, семь быков я плачу. Ташлумен арбай – это как ташлумен хамиша, окей. И ещё шиватаем. Два раза по семь. И тогда получается, что у нас есть 14 видов воров, и они 4 и 5 – это 9. Тот, который возвращает 4 овцы и 5 быков – это 9. Кефель – двойная доля, это 11. И то, что он украл – это ещё один, это 12. И 3. Сейчас. А, возвращение того, что он украл, есть три варианта. Когда он возвращает саму Гнейву, то, что он украл, возвращает деньги. И если у него нет денег, то, чтобы вернуть Керен, его могут продать в рабство, и он может до 6 лет, до 7 года быть рабом для того, чтобы отработать украденное. Того 14 вариантов возвратить украденное, которое существует. Так объясняет Гаон посох Шламова Меллаха, что не пренебрегай слишком сильно ганавом, вором, потому что у него есть 14 способов вернуть украденное, но может полностью рассчитаться за это. Ещё один вариант, что такое Шиватайум, Семерное, что он должен пройти через 7 видов Гиенум. За наказание, за воровство – это 7 кругов ада, я не знаю. И они, каждый из них, он двойной, и сейчас я объясню, почему он двойной. Для того, чтобы объяснить, почему он двойной, мне надо будет перевернуть несколько страниц и прочитать, те, у кого есть Мишли, могут посмотреть. 30-я глава, 15-е предложение в Мишли отвечает на этот вопрос. Он говорит так. Шламова Мелла говорит. Секунду, вот. Он говорит, а, можно же использовать русский перевод. Дословный перевод, ладно, неважно. Для пиявки, для пиявки, пиявка объясняет Раша, что это Гиенум. У него есть две дочки, у Гиенума есть две дочки. Каждая из них говорит «гав-гав», «дай-дай», «шаложвена», и вот их три, «лотисбена». Три из них не могут быть насыщены, а четыре, не хватает у них ничего из их количества. Давайте я все-таки посмотрю, как он перевел по-русски, а потом пройду это дело по комментарию Гаона. 30-е, 15-е, да? Нет. А, это 31-е, извиняюсь. Да, у пиявки две дочери, давай и давай, трое ненасытных, и четверо не скажут «хватит». Приисподня бесплодная утроба, и земля не насыщется водой, а огонь не говорит «хватит». Окей. Теперь посмотрим, как Гаон Мивильно объясняет эту историю. Он говорит так, а лука, пиявка, это гейном. Так, Тиконе и Зогар, он приводит место в Тиконе и Зогар, где объясняет, почему гейном называется пиявка, что она высасывает ту нечистоту, которая есть у человека, который туда попадает. У неё есть две дочери. То есть, объясняет Гаон, что гейном делится на две части. Первая состоит из пяти, и вторая состоит из двух. И каждая, да, и каждая из них разделена на пять и два. И вот эти две части, и это слово «гав», и это слово «дай-дай», это «гей-бейт», «гей» – это пять, а «бейт» – это два. Есть гемора в трактате о Войде-Зойре, которая приводит эту Мишли и… Издание, в котором немножко тяжело найти, одну секунду. Вот. Он приводит этот пасук. У пиявки две дочери – «гав-гав». Май-гав-гав, что такое «гав-гав», говорит Маругба. Две дочки кричат из гейнома и говорят «балам-газе» – «гава-гава». В этом мире «давай-давай». Что это «давай-давай» этого мира? Что это за две дочки? Это минус в Иршут. Это минус. Минус – это еретичество. Иршут – это контакт и желание получить власть. Романут, власть, вставку и так далее. Две вещи в этом мире – это еретичество. Не знаю, как по-русски сказать, так и сказать, наверное. Отступничество. И желание приблизиться к власти и получить власть – это две вещи, которые приводят к гейному, и это две дочери, которые кричат «гав-гав». Теперь продолжим, что имеется в виду. Есть пять уровней гиенома первых, которые засчитываются за один уровень, и ещё два, которые другой уровень. Вторые два называются «шауль» и «абадон». «шауль» и «абадон», неважно. Они рассматриваются самостоятельно, поскольку тот, кто к них спускается, никогда оттуда не выходит. Как сказано в фасуке, «юрэ шауль луэлэ», тот, кто спустился в «шауль», он уже не поднимется. И также, тем более, «абадон», «абадон кишмо» от слова «леабет» – это «терять». Человек там теряется. И это уже объяснено в другом месте. Может быть, я ещё туда один раз вернусь, в том месте, где это объяснено. И также человек, который попадает в шауль, он не верняется, он не возвращается и так далее. «Гав-гав», которые говорят, сказано дважды «гав», то есть семь и семь – это четырнадцать. «Шалож, гена, лоти, савена» – из них три, которые никогда не могут насытиться. То есть, они никогда не бывают, три уровня генов, никогда не бывают сыты. А ещё четыре, они никогда не говорят «достаточно». Этот «гон», это вот «никогда не говорят достаточно», он соответствует «нефиш», «руах» и «нашама». Как мы уже объясняли в другом месте. Сейчас. Окей. Что вот эти вот… Там всё завершается. Всё, что туда попадает, в этот геном, там и остаётся, и там заканчивается. Алука, шадавар, вот этот геном – это верка, которая мафсит. Которая… Само слово, почему Алука называется геном. Потому что она, мафсит, она уничтожает то, что туда попадает. Высасывает кровь. И это две дочери имеются в виду, что есть четыре исода, четыре элемента, из которых создан весь мир. Это огонь, воздух, вода и прах. И им соответствуют четыре уровня. Это неживой мир, растительный мир, живой мир и говорящий мир. Из которого состоят все миры, весь мир состоит из этих четырёх уровней. Два исадот, из этих четырёх основ, элементов, два из них они оживляют, и два из них они, наоборот, приводят к гефседу, они уничтожают. Воздух и вода – это то, что оживляют. Воздух даёт жизнь, вода даёт животным, а вода даёт растениям. Два других они уничтожают. Это прах и это огонь. И эти два, которые оживляют, они также, на самом деле, не только оживляют, но они могут и уничтожить тоже. И они, на самом деле, больше уничтожают, чем те, которые только уничтожают по своей природе. Поскольку те, которые уничтожают по своей природе, они не уничтожают, а только после того, как они уводят первые два. Когда уничтожают первые два, которые дают жизнь, тогда они уводят. Что, наоборот, те, которые оживляют? Они уничтожают сразу во время, как только их чересчур много. Как, например, вода. Когда воды становится много, то всё в ней тонет, всё уничтожает. Растения, которые растут из воды, но если вода заливает всё, это уже называется океан, то растения перестают расти. Но много огня он уничтожает только после того, как он осушивает, и не остаётся никакой жидкости, которая там находилась, только после этого огонь уничтожает. А всё время, пока вода там существует, то он вообще не приводит к уничтожению. А наоборот, он делает правильные действия, то есть улучшает их. И то же самое рогадам, душа, дух, который в человеке, ветер, который в человеке. Когда он титпатэхбетно, когда раздувается пузо, то он умирает тут же. Получается, что все четыре приводят гефседу, и это две дочери, которые говорят гав-гав-гав. Давай-давай, или дословно давай-давай, а не дословно это семь и семь. То есть это две дочери, из которых состоит гееном, два раза по семи уровням геенома, которые состоят из этих два, которые четыре. Которые два элемента, которые в принципе дают жизнь, поэтому вала-мазе они просят давай-давай, но на самом деле они приводят к уничтожению. И в Геморио и Дезойре объясняются, что эти два, которые приводят к уничтожению, это на самом деле те, которые дают жизнь, поэтому в этом мире мы просим их. А в результате власть и отступничество. Отступничество и власть, которые в принципе как бы выглядят дающим жизни, очень приятными и так далее в этом мире, но они на самом деле становятся еще худшими, чем все остальное. И это те две дочки, которые говорят гав-гав. Следующее предложение, там я, наверное, еще одно прочитаю. Теперь мы вернемся и прочитаем немножко дальше, поскольку, воспользовавшись тем, что мы только что прочитали, мы увидим, как Гаон продолжает объяснять псуким, который есть в нашей главе. Теперь он сказал, что есть 7 уровней гейнома, которые существуют, и вор, который не может заплатить, максимум, что он делает, если он вообще должен заплатить, в худшем случае его продают в рабство. Но если по каким-то причинам его не поймали, неизвестно, он не заплатил, то он попадает в гейном и проходит эти 7 или 14 уровней гейнома. И это самое худшее, что может случиться, после чего он полностью очищен от своего воровства. Что не так, поэтому Гаон говорит, что к вору не надо относиться слишком пренебрежительно, потому что у него есть какой-то секунд, какая-то возможность исправить то, что он сделал. И либо в 7 раз или в 14 раз больше заплатить в этом мире, либо, если этого не произошло, пройти 7 кругов ада, 7 кругов гейнома, из которых 3, которые вообще, 4, которые какой-то конец виден, остальные 3 не виден конец. Но, тем не менее, саха, коль пройдя эти 7 кругов гейнома, он полностью избавляется от того, что необходимо было сделать. И тикун он получает. Что не так с человеком, который соблазняет чужую жену? Говорит предложение номер 32. Человек, который соблазняет прелюбодеянием, занимается с другой женой, с чужой женой, он лишён ума и губит душу тот, кто делает это. Вначале, наверное, имеет смысл посмотреть Мальбима, хотя здесь более интересный комментарий Гаона, намного более интересный. Говорит Мальбим, ноэфиша, человек, который занимается прелюбодеянием, у него не хватает сердца. Он не похож на ганава, на вора, который делает гнееву для того, чтобы сделать то, чего ему не хватает. А он делает из-за того, что он машхит навшо. Тот, кто это делает, вор, он делает это, чтобы лималот, ноэфиш, заполнить свою душу, чтобы насытиться. Ноэф это делает, он только истребляет свою душу, потому что с прелюбодеянием никогда нельзя насытиться. Насытить свой голод. Потому что есть гемора, про Давида Мелоха она говорится, что есть такая галаха. Эвер, эхат, ешба, адам, мазбияраев. Что есть один орган в человеческом теле, и если он его насыщает, чем больше он его кормит, тем более он голоден. Поэтому с прелюбодеянием это вещи, которые никогда нельзя насытиться. Поэтому если человек, который голодный, он ворует для того, что поскольку он голодный, он украл буханку хлеба, съел, и он сыт, то человек, который занимается прелюбодеянием, он не может насытиться. Поэтому здесь нет никакого смысла это делать. Это говорит Мальбин. Теперь Гаон входит здесь в интересную вещь. Он пишет так. «Нефиша, хасер лев, машхит, навшоу и асэну. Человек, который соблазняет женщину, у него не хватает сердца, и он истребляет свою душу этим действием». Здесь речь идёт, Гаон возвращается к тому, что он уже много раз сказал. Речь идёт о Гаеве. Секунду. Да. Здесь речь идёт о Тавье и Хемде, с которым мы уже познакомились довольно давно. И человек, который хочет уничтожить свою душу, только он может заняться прелюбодеянием. Потому что душа его будет полностью уничтожена. Иньян, суть этого. Ки шиваме даре гееном хэм, что есть всего 7 уровней геену. Раньше мы смотрели 30-й перех, чтобы смотреть эти 7 уровней геену. Здесь Гаон про наэфа тоже их перечисляет. Но раньше мы говорили, что их получает человек, который украл. Теперь мы говорим про человека, занимающегося прелюбодеянием. Есть 7 уровней геенома. Как сказано в Геморе. Где это сказано в Геморе? В Геморе соты. И в Зохоре это перечислено. И человек, который идёт в среду своей Таевой и Хемдой, его судят в Беэр-Шахат. В месте, который называется... Один из уровней, который называется Беэр-Шахат. Ок. И об этом сказано. Ки-шо-хэ аму-казана у Беэр-Цара-Нахрия. Приводит пасук. Пасук, который тоже в этом самом, тоже в Мишле, который в 23 главе в Мишле есть этот пасук. Одну секунду. Где видно, что есть такое вот Мадор-Геенома, такое место, которое называется Беэр-Шахат. Там сказано... Ой. Это очень длинные главы пошли. Там сказано... Одну секундочку. Одну секундочку. Вот. Там сказано так. Глубокий ров Беэр-Шахат – это глубокий ров, это блудница, а тесный колодец – это чужая жена. И здесь сказано Беэр-Шахат – это тесный колодец, это чужая жена. Человек, который совершает прелюбодеяние, он попадает в это место-Гееном, которое называется на русском тесный колодец Беэр-Шахат. Такое место-Геенома, о котором сказано. Что? В чём вопрос? Эшитыш. Чужая жена – это эшитыш. И это сказано, что человек, который идёт за своей тайвой и хемдой, он попадает в Беэр-Шахат. Как сказано, Ки-Шахэ мухазана у Беэр-Царана-Хрия. Ва-Нидон. Шева-Мадрэ-Гееном. Нидон йод-Байт-Код. Человек, который рисуется в Гееноме, в Шева-Мадрэ-Рот, в семи кругах Ада, его Гееном длится 12 месяцев. Так написано в Масехте-Ады-Йод, это причина, по которой Кадыш говорится 12 месяцев. Как эти 12 месяцев разбиваются? Есть семь уровней Геенома, как из них делается 12 месяцев. В пяти из них, вы помните, что Гееном делится на 5 и 2, в пяти из них он находится по два месяца, того 10, и ещё два по каждой по месяцу. Это подобно тому делению, которое делится, как управляется Всевышний, посылает влияние на мир, через семь планет, которые есть. Он посылает на 12 мозолот, разделяются семь планет, они работают в сочетании с 12 мозолот, которые существуют, и это тоже делится, что пять из них получает по два месяца и два по одному месяцу. Рабьёханад бен-Нури говорит, что на самом деле человек недели не находится в Гееноме 12 месяцев, а максимальное время нахождения в Гееноме – это семь недель. Семь недель, и они, каждая неделя, это один Мадор, один круг Ада, о котором идет речь, и это семь недель соответствует семи-недельным сферада Омира между Пейсахом и Шивотом, который очищает Амисраэль по пути к получению Тор. Это махлокис, который есть между ними, но в любом случае, по обоим этим мнениям, это семь кругов Ада, мне что-то привязалось это словосочетание, в чем Мадореги и Ном, это какая-то конечная вещь, несмотря на всю ее тяжесть и невозможность нашего понимания, о чем идет речь, и каждое следующее, оно еще круче, чем предыдущее, но тем не менее, это какая-то законченность, человек с этим когда-то кончает и получает ганетан, но человек, который попадает в Беэр-Шахат, в тесный колодец, как они здесь перевели, он не выходит оттуда никогда и там остается навсегда, поэтому сказано, что он машхит на все, он уничтожает свою душу, потому что шахат, цар-ва-амок, поскольку этот Беэр-Шахат, он очень узкий, очень глубокий, как сказано, шохэ аму казанау беэр цара нахрия, и приводится этот пасу, где сказано, что за ищетыш получает вот это вот наказание, в ии беэр цара, и это вот этот узкий колодец, венава оттамит, и он постоянно выплескивается оттуда, и там он не дон, там его судят мера за меру, вэгавэн и поймета, как сказано, что истребила всякое плоть, всякое мясо, всякое плоть, свой путь на земле, поэтому он не дон бы беэр шахат, это колодец уничтожения, не тесный колодец, как они перевели по-русски, а колодец уничтожения, и в этом колодце уничтожают ту душу, которая прошла через Авеюру, при любодеянии. Таким образом, Гаон объясняет так, что вор и человек, занявшийся при любодеянии, разница, естественно, что если человек сделал душу, то мы об этом сейчас не говорим, разница между ними такая, что у вора есть всегда какой-то текун, самый лучший текун сознаться и вернуть, худший текун поспорить и вернуть два раза больше, еще один текун вернуть четыре или пять раз больше, если он зарезал, совершил второе Авеюру. Следующий вариант и так далее, быть проданным в рабство. Но всегда есть какой-то текун. Если в этом мире он не исправил этой Авеюры, то он попадает максимум, во что он может попасть, это семь мудрые гейном, которые существуют, из которых он выходит либо через 12 месяцев по Рабону, либо через 7 недель про Биоханан бен Грука. Я не знаю, кто из них более Макиль, кто из них более Махмир, кто из них больше суровый, кто менее суровый, потому что я не знаю, на что похоже 7 недель одного, и на что похоже 12 месяцев другого. Но тем не менее, это всегда конечный результат, когда Авеяра закончена и полностью исправлена. Полностью, на все 100%. Что не так с прелюбодеянием? Прелюбодеяние, человек, который, я еще раз говорю про человека, который не сделал шуву, он попадает в Биэр-Шихат, Биэр-Цара, в этот узкий колодец, колодец уничтожения, в то место гейнома, откуда выхода нету. То есть, ни 12 месяцев, ни 7 недель не помогает. Поэтому Шлом Амеллах, когда их сравнивает, говорит, что не надо с пренебрежением относиться к Ганаву, это еще совсем не так плохо, как могло бы быть. А вот человек, который занимается тем, что вошел к чужой жене, там совсем плохо. Это наказание за медот, та-ва и хем-да, которое возникает, и это вторая вещь, из-за которой разврат хуже, чем воровство. Потому что воровство – это человек, который ворует, он, как правило, ворует, из-за того, что… Я не говорю про больного клептоманией, про него мы сейчас… Шлом Амеллов не про него, говорит бы Китцер. Но человек, который ворует, как правило, он ворует, либо потому что ему не хватает, либо потому что его душа вот этого требует. Не то, что ему на самом деле хватает, но душа требует, он не может удержаться. Здесь есть вещь, которая он восполнил, то, что ему нужно, и после первого воровства второго может не последовать, потому что у него есть все, что нужно. Что не так с прелюбодеянием? Прелюбодеяние – это вещь, которая невозможна ликвидировать тем, что ты поддался на происки Ецархары, потому что есть один орган внутри человеческого тела, чем больше ты его кормишь, тем больше он требует. Он становится всё более и более голодный. Поэтому здесь не поможет тот ответ, который мы даем. Таким образом, есть две вещи. Первая вещь – это есть оправдание воровству и нет оправдания прелюбодеянию. И вторая вещь – за воровство есть какой-то тикун, за реполюбодеяние тикун – это беэр-шахат. Окей. Это две вещи, которые… Сейчас. Да, думаю, что можно двинуться дальше. Следующее предложение говорит так, 33-е предложение. Оно говорит так. То есть, побои и позор найдёт он, и бесчестью его не изгладится. Так переводится русский перевод. Нега и позор найдёт этот человек, его стыд не будет стёрт. Это говорит сачейк, который занимался прелюбодеянием. Говорит Мальбин. Мальбин. Нега. Гаганав ло и шалэм рак мамон. Ганав может заплатить только деньги, и этого достаточно. Вэгу. Вэгу. Нега имаца. Ганав ло и ваза. Поэтому дальше уже не будет для него такого стыда. Вэкалон имаце. Ганав тимхэхар пато. Ганав, он стирает свой стыд посредством того, что он платит 4-5 раз дороже. Вэгуэр, а тот, который занимается прелюбодеянием, его стыд невозможно никаким образом ликвидировать. Я не говорю о людях, которые не стыдятся, а гордятся тем, что они это сделали. Такие люди есть. Мы знаем, что это... Как бы о них шалмамэлах явно не говорит, потому что их геном будет ещё... Не знаю. Говорит Галон и вильна. Нега вакалон имаце. Я вот побои, как на русском переводе сказано, и стыд будут найдены. Считает здесь Шева Динимши Амруалю Адам. Здесь, говорит Галон и вильна, шалмамэлах перечисляет все 7 видов суда, через которые должен пройти человек. Он говорит, что с 33 по 35 пасук перечисляются все 7 уровней суда, через которые проходит человек в максимально худшем состоянии. На самом деле не в максимальном, он всегда проходит, просто иногда эти Диним лёгкие, иногда тяжёлые. Как написано, в Зогар порчат носа, как вы, конечно, помните. В Зогаре приведены эти 7 уровней суда, которые геном только один из них, в котором тоже есть 7 кругов. Теперь будем их перечислять. Первое. Почему-то люди обычно любят знать об этом, и раз в Зогаре это перечислено, давайте мы тоже перечислим. Галон решил здесь это перечислить. Первое. Сразу же, ещё до смерти человека, то есть за какие-то мгновения, я не знаю, квант времени до смерти, к человеку приходят три ангела. Первый. Он считает все мгновения, которые человек жил в жизни, и делает хишбон, делает расчёт, что было сделано в каждых из этих мгновений. То есть, фактически, это суд за битуль, за пустое времяпрепровождение, которое было у человека в этом мире. И Зогар, Галон переводит Зогар дословно, то есть он перевёл, на самом деле, в Зогаре это сказано на арамейском, он перевёл это на еврейский язык. Он говорит о том, что идёт подсчёт не времени, а подсчёт мгновений, чтобы подчеркнуть, что за каждое мгновение, которое было потрачено впустую, это первый суд одного из ангелов. Но на самом деле, все три ангела, которые сейчас будут перечислены, это первый уровень суда, который есть. Это ещё до смерти человека, момент смерти, квант времени перед смертью. Второй вариант, второй ангел, он считает авиарот, который сделан, не битульсман, который сделал человек, не пустое времяпрепровождение, которое сделано человеком, а он считает авиарот, который сделал человек, за каждое время, не обязательно время, авиарот, может быть, одна авиара длится очень много времени. Все авиарот, которые сделаны, будут посчитаны. Всё это ещё до смерти. Третье, это приходит ангел, который учил человека Тору, когда он был в животе мамы. Вы знаете, что когда ребёнок находится у бар, зародыш, и находится в животе мамы, то все 9 месяцев беременности к нему приходит ангел, может быть, не все, начиная с 40-го дня, неважно. Приходит ангел и обучает его Торе, которую человек должен выучить, всю целиком Тору он выучивает. Это его часть Торы, есть вещи, которые в Торе должен сделать только каждый конкретный человек. Есть хит душем Тора, который он проходит с этим ангелом, и в момент, когда он рождается, ангел бьёт человека по губам, и человек забывает всю Тору, которую он учил, и в этот момент он начинает плакать по поводу того, что Тора забыта. И всю свою жизнь ему надо восстанавливать ту Тору, которую он выучил, пока был в утробе мамы. И есть несколько смыслов, для чего нужно было выучить и забыть, поскольку после этого это легче восстанавливается, поскольку после этого ту часть, которую только он может лиходеш, он может восстановить, и так далее, и так далее. Но ангел, который его обучал Торе, он приходит и пришёл, чтобы посмотреть, где та Тора, которая была когда-то, шлейма, которая была целостна у него. То есть, по идее, каждый человек должен восстановить всю Тору, которую он учил при жизни, и он даёт судиться за ту часть, которую он не восстановил. И это все эти три вещи, это первый суд, который есть, это суд за долю секунды до смерти. Второе. После смерти человека, сразу после его смерти, когда его приводят в могилу, начинают хоронить, и во время, когда его кладут в могилу, в эти мгновения, Махризин Лифанав, перед ним говорят, Вайлы Плуни, ой такому-то, деморит, демалка Кадиша, за то, что он опустил царство Всевышнего. То есть, за те вещи, которые связаны с Хилуль, Гошема, со скверением имени Всевышнего, за то, что он мог бы не опустить в этом мире, а поднять, а он, наоборот, опустил, и не то, что не сделал то, что было ему положено, а тем самым принизил царство Творца. И тогда он судится за это, вот в этот момент, он судится во время опускания его в могилу. Третья вещь. Когда его... Нет, вторая вещь была по дороге в могилу, пока его везут на похороны. То есть, после смерти, когда его везут хоронить, несут хоронить. Третья вещь. Когда его кладут прямо в могилу, он судится сверху, решается, что с ним будет. То есть, чего он заслужил и что с ним будет. Четвёртое. Это вещь, которая называется хибуд-хакевер. Хибуд-хакевер – это мучение в могилы. В этот момент каждый из его органов по отдельности судится за ту ганну, за то удовольствие, которое он получил в этом мире, не для митцвот. Вот. Я, как бы, зачитывая Гаона, я не предлагаю сходить с ума и переживать по поводу того, что с нами будет, когда мы умрём. Хотите, сходите с ума. Это правильно, на самом деле. Но нас, безусловно, будут за это судить, и за любое удовольствие, которое мы получили, не бомаком митцва, нас, безусловно, мы получим какое-то наказание, которое называется хибуд-хакевер. Я просто немножечко боюсь, что если вы будете переживать по этому поводу. Я по этому поводу переживаю очень мало, честно скажу. Может, это неправильно. По той причине, что мне кажется, что будут ещё очень много наказаний, которые за значительно более серьёзные поступки, которые мы делаем. Но, тем не менее, человек должен стараться, и мы об этом говорили энное количество раз, человек должен стремиться к тому, чтобы он не получил никакого удовольствия в этом мире, не бомаком митцва. Но бомаком митцва можно и нужно получать удовольствие. Например, я вам приводил историю про уже умершего Рафпинха с Шенберга Зефрона Вифроха, который мясо последнее, я думаю, что десятилетие своей жизни, он ел мясо только во время саудат-митцва, только во время трапезы, посвящённой митцве. Для того, чтобы не получать удовольствие, шелобом о ком митцва, покушать можно чего-нибудь такое, вот чего надо, того покушал. А для удовольствия есть митцва, делай саудат-митцва, для удовольствия каждый день кончай масэхет гемора и спокойно, бритмила, будь сандыком и так далее. Это то, что он делал. Понятно, что не все находятся на этом уровне, и я очень боюсь, что нас не будут судить за то мясо, которое мы съели лобом о ком митцва. А за какие-то другие удовольствия лобом о ком митцва боюсь, что будут. Но каждый находится на разном уровне, тем не менее, Гаон приводит это, что это четвёртый уровень наказания, и каждый орган судится отдельно за те удовольствия, которые он получил в этом мире, каждый орган, который не по маком митцва. И приводит Гаон, ну, в ссылке он приводит кусочек из Зоар-Хадаш на Могилатрут, комментарий Зоар-Нарут, где он пишет. Которые шли по гевелю, по пустоте, суете этого мира, и его судят, даже если он не сделал Лавейры, и в Ктафьят, в рукописи Гаона, в этом месте написано, за что его судят, за ту таеву, которая у него была в этом мире. Поскольку Гаон, которое получается удовольствие, не по маком митцу, понятно, что оно исходит из таавы. Следующее. Пятый уровень. Это Дина де Талаата. Это Дин, который умершего судят червяками. Ше Талаим Охлина, то, что червяки едят его, выновшо Аллах Тавэль, и в это время душа, она находится в Вавилуте по поводу тела. И доказательством этого места, в рукописи Гаона написано, посок из Иова, где сказано, что душа человека будет наблюдать за его стыдом. И вот это будет такое переживание души по поводу того, что червяки съедают тело. Я не могу точно сказать, почему именно это такое наказание, что труп съедается червяками, но гемора это приводит много раз. И гемора приводит ещё одну вещь, что человек, который очень толстенький к моменту своей смерти, такой хорошо упитанный в самом рассвете сил, как Карлсон примерно, и умирает вот в таком вот состоянии, то поскольку червякам будет много больше работы, чтобы съесть всё мясо, которое у него остаётся, то его мучения от этого будут значительно больше, приводит гемора. Поэтому человеку нужно приложить некоторые усилия, чтобы не быть бальбасар, не быть жирным, как одно животное, забыл, как называется, в момент смерти. Я, правда, не думаю, что в момент жизни надо стремиться, чтобы достигнуть величины среднего кабана. Но, тем не менее, здесь это приводится. И, наконец, шестое – это кавхакэла в иноасыруах. Это когда кончается, я даже не знаю, как это можно точно перевести, кавхакэла. Это когда тело человека кончается, и он становится только душой. Это вот ещё одно наказание, которое даётся после смерти, во время и после смерти, и только после этого начинается гейну. На этом наказание я хотел бы на одну минуточку заострить. Здесь Гаон в другом месте об этом пишет, в 11-й главе. Гаон об этом пишет. Секунду, 11-я глава. Думал положить закладку, но не положил. Просто я начал класть закладки, их казалось такое количество, что я понял, что я всё равно не могу понять, когда какое открывать. Причём, даже это пишет не сам Гаон, а это взято из кусочков, которые набраны комментариев Гаона на книгу Иова. Насколько у меня нет, во всяком случае, комментариев Гаона на Иова, но там объяснено, что Исот Онэш – суть, основа наказания, которое называется кавхакэла, о котором мы говорим, что после смерти душа остаётся привязанной к хомеру, к материальности. Что есть эфшарут, шииклаеву и асрену, что есть какая-то связь между душой человека и материальным миром даже после смерти. И это иньян того, что называется гилгуль, что называется перерождение душ. То есть, почему душа может вернуться в материальный мир ещё один раз, потому что в момент смерти она не расстаётся до конца с материальным миром. И она может вернуться в гилгуль, не имеется в виду другого человека, а она может вернуться в камень или любую другую вещь, которая связана с материалем. И об этом написано, что вот то, что мы сейчас читали, наасы руах, руах гашми валорухни, она превращается в дух, который дух материальный. То есть, кавхакэла – это наказание, связанное с тем, что всё это время душа человека остаётся связана с материальным миром. И человек в это время живёт в могиле, ад к дейках настолько, что Гаон говорит, что она может лить галгель, появиться в новом гилгуль в виде камня или какой-то другой материальной вещи, поскольку это связано с материальностью его жизни, этого человека при своей жизни, до смерти. Это шестой уровень наказания. Все эти вещи, поскольку непонятны и не до конца так чётко их можно сформулировать, они все взяты из разных мест Зогора или Гимора. То есть, нет здесь ни одного места, которое Гаон взял, в котором нет Макора, источника Утана и Миамараем, поскольку они могут вызвать вопросы, откуда это взято и откуда я цитирую. Я цитирую прямо из комментариев Гаона на это место. Но сам Гаон, он не остановился на том, что он их привёл. Для меня вильнюсский Гаон – это уже источник. Но он хочет, чтобы мы знали, из каких мест Зогора это взято. Это Зогор на Зогор-Хадаш-Нарут, Зогор – обычный Зогор, первая глава Симан-Рейш-Юд-Далет, и ещё несколько мест, которые я не буду приводить, потому что мне надо искать. Несколько места взяты не из Зогора, а из Мидраш-Мишли, тоже Амараем на Мишли, и пару мест взяты из Сифри. Таким образом, вот из этих всех мест Гаон набирает из Амараем и Танаем все семь уровней наказания человека после смерти, и седьмой из них – это гейном, который делится тоже на семь уровней. И, наконец, седьмой – гейном, и это называется нагаба-гейном. Колон, вот нега – это гейном. То, что слово нега в нашем послуке, я возвращаюсь к нашему послуку, 33-му. Он говорит, секундочку, нега вы колон, им целое Харпато. Нега и колон будет найдено. И мы перевели как нега, как наказание и позор. Он объясняет, что нега и колон – это нега, это гейном, колон – это кавгакела. Вот тот кавгакела, который остаётся в связи с материальным, который есть у человека, это вот тот колон, о котором это тот позор, который есть у человека, который переведён в русском переводе словом «позор». Что наосе рух, что человек превращается в рух, тело человека, в духовность, как сказанного «ю дараим ла коль баса», «шиаколь раим», афило хаим. И это стыд, вот который, то, что он видит, что происходит с телом, это харпато ла тимхэ, вот это хорпу, этот стыд никак невозможно стереть. И это то, что мы видим после смерти, как червяки кушают наше тело. И это то авилут души, который продолжается, и это тот безайон, то пренебрежение, которое душе очень тяжело выдержать. И об этом сказано, что это пренебрежение, которое возникает из-за вот этой вот еда червяками тела, которая происходит из-за того, что человек был неев, занимался разбратом. Об этом сказано, что вот за это он получит наказание кавгакела быкицера. Это колонна, о которой идёт речь. У вора этого наказания нету, особенно если он заплатил всё, что он украл. Но даже если он не заплатил всё, что он украл, он ограничится семью уровнями гееномы без этого кавгакела, без этого колона. Об этом идёт речь. И, я не знаю, спеваем мы ещё два предложения, попробовать я хочу. Потому что ревность – это ярость мужа, и он не пощадит любовника, имеется в виду, это я добавляю, в день мщения. У меня уже нет времени на мальбию, мы будем читать сразу вильнюсского гаона. Он говорит, потому что ревность, она будет пылать у мужа во время, когда человека ведут в могилу и провозглашают перед ним. Тогда на этого плуни, на этого развратника, которого ведут в могилу, одевается ревность Всевышнего Бога. За то, что он свернул от путей Всевышнего. И Всевышний с ним ведёт себя. Очень жестоко. И в этот момент он не прощает ему во время своего мщения. Мщение – это хибудакевер, о котором мы только что говорили. Мальбим объясняет этим суки им кипшу то. Давайте всё-таки, я вижу, что я, наверное, успеваю. Мальбим объясняет так. Потому что ревность мужа, потому что ревность мужа, то есть мужа той женщины, бушует в нём. Она приходит со стороны ревности, что он ревнует за свой кого-то, что его вот так вот с ним обошлись, что взяли его жену. И за то, что он хилель кого-то, и за то, что он осквернил его дом. И он не может простить это в день своей мести. Потому что месть приходит. Бесибада кина, она приходит со стороны ревности. Ведо тыда хемла. А ревность, она не может, не имеет возможности простить и успокоиться. Давайте. Следующее предложение, как его объясняет Мальбим. «Лои сап ней коль ко фэр вэ лои а вэ кетер бэ шоха». И не будет считаться муж ни с каким выкопом, и даянием не смогут получить, судьи не смогут получить за это, даже если бы ты захотел, никакой взятки. Объясняет Мальбим, что если человек захочет дать кофер мамон, денежный кофер, денежную выплату, то муж не примет. Потому что жена уже запрещена ему, если он ее развратил. И дети не тхалалу, дети уже халалим. И это нельзя выкупить деньгами. И не удастся дать шохать даяниям, даже если он захочет судьям дать взятку, чтобы они сказали, что жена мутерит, разрешена мужу, чтобы убрать месть и ревность этого мужа. То он в этом тоже не может преуспеть, потому что у мужа останется ревность, останется ревность и бушевать у него в сердце. Гаон здесь объясняет чуть-чуть иначе. Он говорит, что невозможно здесь выплатить кофер. Говорит Гаон так, что во время хульё, во время болезни, если не гзара навшию мут, если на него есть гзейра, что он должен умереть, распоряжение Всевышнего, что он должен умереть. Даже если он даст все, что у него есть, это не поможет. Все ему богатство не поможет. Но если на него есть гзейра, что он может выкупить свою жизнь, сдока и так далее, то поможет сдока. И не поможет теперь никакие взятки, имеется в виду. Во время, когда возвращается перед Мелох Малхеем Лахим, когда он хижбон, есть расчёт со Всевышним, то не поможет, Всевышний не будет брать от него взятку. И это то, что говорит, что нельзя считать митсвы против Авера. То есть, человек, который совершил вот такое прелюбодеяние из-за медот Тайвы, которая у него есть, которая у него такая серьёзная меда, то теперь он приходит и говорит, что да, я сделал это Авера, но посмотри, Всевышний, сколько я сделал митсвот. Надевал кфелин, давал цдок и давал то-сё, пятое, десятое. Говорит Шлома Абеллах, что нельзя дать взятку Всевышнего, судье, то есть, митсвот, который ты сделал, ты за них получишь награду, но от наказания это тебя не спасёт. И все эти семь уровней наказания, включая все семь кругов гейномы, включая то, что есть Бер-Шех, из которого за прелюбодеяние выхода практически нету, получается, что ты должен будешь всё это пройти. Был один и тот же самый закон, когда кладут человека в могилу, то есть, это имеется в виду, что вот эти мучения, укладки в могилу, мы сказали, что в тот момент, когда человека кладут в могилу, то в это время идёт суд, что с ним будет. И в этот момент его митсвот не могут стереть тех Аверот, которые он сделал, потому что митсвот является как бы шохотом, взяткой к Инегет Аверот, а Всевышний взяток не берёт. За митсвот он наградит отдельно, за Аверот накажет отдельно. И подведём итог. У меня есть одна минута на итог. Итог очень простой, что воровство является меньшей Аверой, чем прелюбодеяние. И то, и другое вроде исходит из тавы, хэмды, когда я хочу чего-то, мне чего-то не хватает. Но есть две разницы. Воровство человек делает, например, из чувства голода, или просто вот ему жутко хочется и так далее, и когда эта вещь получается, он может успокоиться. Прелюбодеяние – это вещь, на которой невозможно остановиться, поскольку есть Эвер-катан, который чем больше его кормишь, тем больше он привыкает к еде, поэтому здесь невозможно ничего сделать. И второе – это мы видим наказание за эти вещи, что за Гнееву, во-первых, человек может полностью, даже не сделав Чувы, но Бейз-Дин рассчитал его, заставил его выплатить. Он не получит наказание, даже не сделав Чувы, а подчёркиваю, Чува помогает и против любых Аверот. А когда речь идёт, и кроме этого, если он не рассчитался в этом мире, то семь кругов гейнома, которые он пройдёт, это искупит его полностью, и он вернётся в нормальное человекообразное состояние. В тот момент, когда человек, совершивший прелюбодеяние, он до семи кругов гейнома должен пройти ещё шесть уровней, которые здесь описаны, мы только что читали, и кроме семи кругов гейнома он попадает в Бейер-Шахат, из которого фактически нет выхода. При этом у него есть Хелек-Валам-Аба, у него есть это дело в будущем мире, но до того, как наступит будущий мир, он пройдёт этот Бейер-Шахат, это может быть на тысячу лет, вместо семи недель или двенадцати месяцев. Аль-Пи-Кабола двенадцати месяцев, Аль-Пи других вещей, Тас-Пасак-Лагалоха, что одиннадцать месяцев, и Кадыш, надо говорить, одиннадцать месяцев. Только Раша-Гамур, такой очень серьёзный Раша, двенадцать месяцев. Поэтому у гейнома есть какой-то гвуль, какой-то шиур, а у Бейер-Шахат шиура нету, и кроме этого есть ещё шесть вещей, которые проходит человек. Всего доброго, спасибо за внимание, в следующий раз встречаемся через неделю, на седьмую главу.